Сегодня хорошим не быть очень сложно, потому что вокруг очень много соблазнов. Кто-то предлагает закурить, кто-то предлагает там еще что-то понюхать, кто-то предлагает, может быть, даже что-то где-то одолжить. Это не есть хорошо. Приходите сюда, приходите сюда, потому что здесь вас ждут, здесь вас всегда рады, здесь учителя, которые не только укрепят вас физически, но и многое расскажут вам из жизни, как правильно себя вести, как быть настоящим хорошим человеком. Вениамин, объясните так популярно, что здесь происходит в этом году? Каждый год у нас происходит такое мероприятие, скажем так, подводим итоги ушедшего года, так как в Новый год большинство деток уезжает в районы, где они живут. Многие справляют Новый год своими семьями, поэтому мы выбираем день, когда мы можем собраться вместе и, скажем так, найти хороший повод, где мы можем поделиться успехами ушедшего года. Я уже заикнулся один раз, что под крышей этого бойцовского клуба собрались мастера старой формации и все знают, что настоящее железо не ржавеет. Один из ярчайших представителей этой формации советской школы дзюдо и самбо Михаил Артемьевич Маляр. Здравствуйте, Михаил Артемьевич. Добрый вечер. Двух слова, легкая беседа о том, что... Во-первых, мне приятно видеть этот клуб, что есть такой клуб для детей, что они занимаются в этом клубе, тренируются, что это дает им здоровье и физическую силу, и энергию. И побольше бы таких клубов были в Кишиневе, так и дети бы не ходили, не было бы беспризорников, не было бы этих разных проблем в городе с детьми. Почему боевое самбо? Ну, мне нравятся более жесткие виды спорта. Почему этот клуб? Ну, у меня тут знакомый занимался, поэтому я решил сюда сходить. Что ты скажешь? Мне очень все нравится, и я хочу продолжать заниматься. Пришел сюда первый раз, понравилось. Занимаюсь где-то месяца три. Да, новичок? Четыре, да. И что ты скажешь? Как новичок? Нравится вид спорта, боевое самбо. Самое трудное в тренерской работе, можете сказать? Вот на данном этапе, вот я считаю, что самое трудное, это большая нехватка средств. Большая нехватка материальных средств. Большая нехватка, будем говорить, общего такого, знаешь, отношения, будем так, вышестоящих инстанций. Если в советское время было нехватка информации, вот, нехватка, будем так говорить, какой-то методики современной, это все доступно, недоступно было бы. Но зато мы ездили, ездили по городам и весим, и бесплатно ездили, и без проблем ездили, и нам еще за это еще и платили. А сейчас наоборот, а сейчас ты не достанешь, даже в ту Одессу несчастную выехать, ну, 100 долларов надо иметь минимум. Это минимум, это не у каждого наеда. Это проблема номер один. Что такое это самое? Переживаешь что-то или что? А что так? Грустно. Настраиваюсь. Настраиваешься? Это что, будет небольшой бой или что? Или показательное, или что? Что-то типа того, показательное. Давно занимаешься? Лет пять. Браво, браво, браво. Браво, браво, браво. Сможет ли ученик научить чему-нибудь своего учителя? Я думаю, как они у нас, так и мы у них чему-то учимся. Да. Можно, конечно, можно. Они могут привнести что-то новое в процесс преподавания, какие-то новые упражнения. Я думаю, да, мы должны друг у друга учиться. Особенно, когда ребята приходят из других секций, других тренеров, приносят что-то новое. Что-то новое. Так что мы всю жизнь учимся друг у друга. Они у нас, мы у них. Смографию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий, почему бокс? Ну, так получилось, я бы сказал больше, ну, не больше, а вернее правду, это стечение обстоятельств, я искал... Медленно, ты новичок или старичок? Наверное, что-то между. Что это значит? Сколько занимаешься? Ну, лет, наверное, пять уже. Что посоветовал бы новичкам? Набраться терпения, потому что результат рано или поздно придет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok